15 километров по заповедным лесам Курской косы. Для участников этого похода такое расстояние очень сложным назвать нельзя. Дело в том, что это в большинстве своем спортсмены клейбских спортивных секций, и для них этот поход прекрасная возможность размяться на свежем воздухе. Ну а то, что он благотворительный, и его участники жертвуют деньги на нужды благотворительной организации СОСДЕТИ, дает не только дополнительный стимул, но и придает иной, более высокий смысл оздоровительному мероприятию, говорят участники похода. Цель нашей акции – собрать средства для детей, у которых нет родителей. Наши собранные деньги пойдут на закупку канцелярских принадлежностей, а в конце апреля мы устроим для детей пасхальный праздник, в ходе которого и передадим свои подарки. Я считаю, что совместить спортивное и благотворительное мероприятие – очень интересная идея. Получается польза и для тела, и для души. Я очень рада такой акции. И погода на нашей стороне. Сейчас модно заниматься спортом, и много людей им занимается. Вот и пришла такая идея – использовать эту многочисленность в благих целях. Вместе мы можем многое. Пока одни клы и печани набирали здоровье и собирали средства для социально нуждающихся детей, другие собрались вместе, чтобы выразить свою поддержку семьям, в которых растет ребенок-аутист. В воскресенье отмечался Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Организаторы мероприятия говорят, что сегодня основная проблема таких детей, да и взрослых – социальная. И заключается она в том, что общество не принимает их такими, какие они есть, и не хочет видеть в них какую-либо пользу для общества. Именно к изменению самого взгляда на аутизм и призывает учрежденный 10 лет назад Генеральной Ассамблеей ООН Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Михаил Андреянов, Первый Балтыйский канал.